Солдат Но как-то раз к нему пришла комиссия врачей Комиссия врачей Комиссия труб осмотрела, как нужно И все, что осталось от потрохов, и записала солдату Год военслужбы подлец скрывается от фронтов Играла музыка-то, веселый маршатак И стал солдат, как велит, устал держать гусиный шаг Опять печатать шаг Играла музыка-то, веселый маршатак Играла музыка-то, веселый маршатак Над кладбищем стелилась мгла, Он спал в тиши ночей, Но как-то раз к нему пришла Комиссия врачей, Комиссия врачей. Комиссия труб осмотрела, как нужно, И все, что осталось от потрохов, И записала солдат год военслужбы, Подлец скрывается от фронтов. Играла музыка тарирара, Веселый марш атак. И стал солдат, как велит кустар, Держать гусиный шаг, Опять печатать шаг. Первый раз увидела я Брехта в Минсене. Моего мужа Бернгарда Райха Пригласили в Минсен главным режиссером. Я ехал с ним. А Брехт уже работал над пьесой Предсекспировского периода Марло. Первая встреча Брехта с Райхом Была отчуждение. Когда Райх мне рассказывал, Что он сказал Брехту, Что он любит Стринберг и Ведакинда, И хотел бы что-нибудь поставить, Брехт махнул рукой и сказал, Я не интересуюсь ни Стринбергом, ни Ведакиндом. Ну, Райх был удивлен. У нас была отчужденность. Ну, Брехта я увидела в странном виде. У него был спортивный костюмчик, Довольно потертый. Кепка тоже потертая. А ботиночки были, каблучки, косые. А почему это было? Потому что он был ведь Син богатого промышленника из Аугсбурга. А отец, когда узнал, Что он занимается театром, И женился на молоденькой актрисе Аугсбургского театра, Марьянне, То он страшно расследился. Что, ты будешь стихи писать? А Берт, тогда мы его называли Бертом, Берт ответил, Да, я буду стихи писать, И критики о театре. Тогда отец Берта сказал, Вон из моего дома. И ни копейки, я тебе не помогу. Тогда Брехт уехал в Минчин. И там Фейхтвангер помог ему, Чтобы он мог переработать и ставить Марлоу, пьесу Эдуард II. Он как раз работал над постановкой. А встреча у нас произошла Такое приближение, первый раз, Когда мы ходили по бульвару с Райхом, И навстречу шла Марьянна, Которая была очень красивая женщина, Из Вены. И Брехт с Марьяной шел навстречу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, говорят, были в Москве во время Пролитовской революции? Да, я была в Москве, И кончила в Москве студии комиссаревского. А, давайте сядем. Там была скамейчка. Давайте сядем. Мы сели, И вот тут начался наш разговор, И наше приближение первое. И страшно Брехт интересовал, Что такая Москва? Что это за Советский Союз? Какие там режиссеры? Как они делают? Что такое? Что такое Майрхольд? Что такое Маяковский? Тогда уже была мистерия Буф. Я ему все рассказывала и рассказывала. И вот так мы подружили Всю жизнь до гробовой доски. Черта Брехта была настойчивость, упорство. Он никогда не сдавался. Хоть он подохнет, Но он не сдастся, Если он что-нибудь решил. Брехт пригласил меня ассистенткой. Официально. Я сказала, Я согласна. Тогда, Когда дирекция это узнала, Она сказала, Вы коммунисты приглашаете В нашем театре? Нет, Мы этого не допустим. Тогда Брехт сказал, Пошел, Я беру свою пьес обратно. Но дирекция уже заплатила Денежки, Авансы за декорации, А деньги это и все. Тогда они Решили все-таки Выдержать И оставить меня в театре. И так я работала Как ассистент Брехта И делала все массовые сцены Совершенно самостоятельно. Солдатики были Как маронетки в Эдуарде втором И так далее. И тогда он еще хотел, Чтобы я играла Сына Эдуарда, Молодого Эдуарда. В бронях весь я была. И он хотел, Чтобы молодой Эдуард Был строгий, Свирепый, Будущий, Такой повелитель, Очень жестокий. И я старалась так играть. Вначале я боялась, Я сказала, У меня же нет дикции правильной, Я же по-немецки неправильно говорю. А Брехт сказал, Наплевать мне на дикции. Мне не важна дикция, Мне важен образ. И вот, Так я сыграла Эдуарда второго. Интересен был Брехт На репетициях. Я многому научилась От Брехта. Во-первых, Он говорил всегда Тихим голосом И хотел Действовать на Разум актера. Потому он сказал, Без разума Гаснет чувство. Но когда он кричал, Тогда он кричал И визжал уже Так громко, Что надо было Прямо упасть И одно время Ничего не слышно было. Оглохли люди. Но это было Было очень редко. На репетициях Он уже тогда Пользовался Своей главной теорией Гестус. Это есть гестус Не просто Движение, Что кто-то Вор, например, Тащит из кармана Деньги кому-нибудь. Нет. Этот гестус Значил, Что все Существо Этой личности Вот этого Вора Надо почувствовать, Что это Страшная личность. Не только Он тащит Деньги из кармана, Но это Страшная, Угрожающая Личность Для общества. И все Сидящие зрители В зрительном зале Должны Содрогаться От этого От этой личности, Которая мешает Прогрессивному Развитию Общества. Гестус Это было Не только Движение, Гестус Был и в диалоге, Как он вел диалог, Как он говорил, Велел Говорить стихи. Стихи Он говорил Особенно, Не декламировал И не говорил Натуралистично, А говорил, Он сказал, Каждый, Кто говорит стихи, Должен знать И ритм Стихов. И стихи Говорить надо Так, Как будто Ты едешь На лодочке По тихому озеру И все-таки Лодочка Чуточку Качается. То есть Тот, Который Говорит стихи, Должен знать В каком ритме Написаны Стихи. Еще Его главным Применением Было, Как он Исторические Песи ставил. Он не признал Никакого Золота и серебра, Например, В Эдуарде II. Он говорил, Это опера, Это оперета. Я не признаю В театре Ни оперы, Ни оперету. И он Ставил В сукнах, В серых сукнах Эту постановку. Некоторый Орнамен был Там нарисован, Который рисовал Его любимый Декоратор Нер. И в сукнах Было, И корона, То есть Трон был Тоже, Какое-то кресло Такое кривое. Это было все. Все было Очень условно, Все было Очень просто. Я поняла, Что нельзя Исторические песни Ставить Золоте, Бархате И так далее, И так далее. Вот это было Его Такое применение. Как читать стихи, Как Гестус применить. И главное У него было, Что не было Перевоплощения В актере, А отчуждения От образа. Что актер Должен быть Одновременно И прокурором, И защитником, Адвокатом Своего образа. Брехт Изучал Диалектический Материализм И применил В своих пиесах Своей драматургии В режиссуре Диалектику. Он мне сказал, Я в будущем Не назову свой театр Эпийским театром, А диалектическим театром. Этот диалектический Материализм Он и применил В своих пиесах. Первый Вообще в мире Драматург И режиссер. Вот здесь Брехт. Вы видите, Брехт в очках. Это он уже Более старшие годы. А молодой Он был совершенно молодой, Как мальчик Выглядел Блондиник, Блондиный, Блондин И такой Совершенно как мальчик. И он был Очень нахальный. Он старым актером Играл так, Как будто Он уже 20 лет Работал режиссером. Хотя это была Его первая режиссура. И эти старые актеры Покорились ему. Он имел Какую-то такую Силу гипнотизера. И он вечно У него была Такая черта. Уже завтра Премьера, А он все подает Новые листы. Новые листы. Он прибавляет К тексту Новые тексты. А актеры сказали, Что вы? Что вы? Бартольд, Брехт, Что вы делаете? Завтра же премьера, Мы же не сможем Выучить эти роли. А он сказал, Ничего, Это выучает пьесу, Это выучает пьесу. И он заставил Их все-таки Забрать опять Новые варианты И новые варианты. Что у Брехта Было очень важное. После того, Как мы так подружились Семейство наше И Марианна Брехт И я И Райх с Брехтом Мы были неразлучны. Мы встречались Постоянно у Фейхтвангера. Потому у Фейхтвангера Был хороший ужин, Хороший чай, Кофе и так далее. Фейхтвангер сидел Запеленный, Сидел в своих архивах, Маленький, Такого роста И всегда В серенькой пиджаме. Мне прям Противно было смотреть, Как он там пелится. Но он должен был, Потому что Ведь он Писал исторические романы. И очень характерная Чета Брехта была, Что он пел сам И аккомпанировал На гитаре свои песни. И очень многие песни, Которые вошли В трехгрошовой опер, Вайл взял Из пении И мелодии Брехта. Он пел Каким-то Очень странным Трейскливым, Таким, Как будто Бьют на метал И пел свои песни, А компанировал На гитаре. А это вот Он как раз Взял на Вот Ведакин, да, потому что Ведакин тоже пел песни и аккомпанировал на гитаре. Ох, он пел очень странно. Он пел не лирически, а пел таким металлическим голосом, каким-то скрипом, хрипом. Самое основное в характере Брехта был ненависть к мещанству. Это как высказывалось? Например, когда Брехт еще не был богат, до трехгрошевой оперы, он из старого кладбища машин, ведь миллионеры, когда новой марки показали, сбросали все свои машины куда-то на такое кладбище, автокладбище. Брехт составные части составлял и сделал себе автомашину, но она была очень старая все-таки, и она когда ехала, гремела, трещала, гудела. И самое главное, что он перед этой машиной поставил треугольное знамя и написал Брехт. Один раз он меня пригласил на концерт, мы едем, а публика в Берлинской вообще ни на что не обращала внимания, мы его можем ходить и в валенках, и Тоня, она не обращала внимания. Но когда Брехт, эта машина, этот старый ящик так гремел и трещал, они невольно обращались и смотрели. А мне стало неловко, я говорю Брехту, скажи, Берт, зачем ты свое знамя, свою фамилию поставил под этой старой шкатулкой? Тогда он мне ответил, скажи, Ася, мы должны попасть на концерт? Я говорю, да. Мы едем теперь быстро? Да. Мы попадем на концерт? Да. А что ж ты еще хочешь? Ну, против такой логики, конечно, я ничего не могла ответить. Его главная чета была нежность к своим друзьям. И если он уж выбрал друга, то до гробовой доски. И против этого друга мог весь мир восстать. Он остался верным своему другу. То его доброта высказывалась и в том, что он был даже до наивности нежный иногда. Это его лирические стихи. Помните только «Белое облачко», помните только содержание, «Кавкавский меловой круг». О его отношении ко мне. Например, когда я уходила, я заходила к Брехту в его ателье. Его ателье вначале было до Треграшевой опыли. Очень бедное. Подняться к ателье было ужас. Последняя лестница была страшная. Вокруг его дверь бибнетки, кости, черепа. И везде было написано «Опасно, опасно, осторожно, осторожно». И вот в такой ателье он жил. Длинный-длинный стол. Больше ничего. И вот такое ателье у него было и в Берлине. Брехт любил работать коллективно. То есть со своими близкими друзьями. Он когда написал новые сцены в своей песне, он всегда нас позвал в свое ателье и читал. И все критиковали. И самый бешеный критик была я. Один раз Брехт подошел ко мне, как тогда мы называли Берт, и сказал «Ася». Немцы меня называют «Ася». «Ася, ты, наверное, думаешь, что я так и делаю, как ты говоришь». Я иногда делаю совершенно противоположное, как ты мне говоришь. Но все-таки твоя критика мне полезна. И когда я приходила к нему, после того, как он уже был миллионер, после трехгрешовой опыли, он все равно встречал меня так, как будто он был такой же Брехт, как раньше. И когда я уехала из Берлина в Москву, я всегда, когда приходила к нему, играла с одной игрушечкой. Она была одна игрушка, боксер, механическая игрушечка, когда боксируется негр с белым. И она бежала по комнате. Тогда он сказал «Ася, ты всегда любишь эту игрушку. Вот, возьми эту игрушку, и когда ты будешь в Москве, заводи эту игрушку и вспомни обо мне». Я и так делала. Я забыла сказать о его доброте еще, одну секундочку скажу. Когда он уже был известен в мире, он приехал в Москву, как представитель мира, пропагандист мира, чтобы получить премию мира. Тогда он дал нам, Валмеру, телеграмму и просил приехать на свидание в Москву. И мы приехали в Москву. Валерий Кузьмин Герман Сири Герман Сири Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я видела нищету, и волчий гнев охватывал меня. Рот мой превратился в горящую раму. Слова во рту стали, как пепел, и все же я охотно стала бы ангелом предмести. Дарить было моим наслаждением. Я видела счастливое лицо и чувствовала себя на седьмом небе. Проклинайте меня. Все преступления я совершила, любя своего. Любимого, спасая от нужды своих же соседей, любя своего сыночка. Я маленькая человек, и была слишком мала для ваших великих планов, боги. Замолчи, несчастная! Ну что подумаем мы, счастливые, что нашли тебя? Поймите же, поймите вы, что я и есть тот глон человек о преступлениях, о которых вам здесь сейчас рассказали. Ну как же ей дальше дожить? Она сможет, она сильная и крепкая, и сможет выдержать многое. Ты что, не слышал, что она сказала? Запутано, все очень запутано. Неужели нам отказаться от наших правил? Нет, никогда признать, что мир должен быть изменен. Нет, никогда! Кем? Как? Каким образом? Нет, все в полном порядке. Не уходите, мудрейшую! Не оставляйте меня! Как мне посмотреть в глаза старикам, потерявшим свою лапку? Ванку с искалеченной рукой! Как мне избавиться от сырюльника, которого я не люблю? И отцу, на которого я люблю? Скоро появится на свет мой маленький сын! Он захочет есть! Не оставляйте меня! Я не могу оставаться здесь! Сможешь, главное, оставайся добрый, и все будет хорошо. А ты не даст Бога! Я же не плачу, три старых главных бога, прибыли сезон, чтобы найти доброго человека. Мы не можем! Они нашли его! Но! Никаких но! А вот он! Она не исчезла, она была только спрятана. Среди вас остается добрый человек. Нам мне нужен твой родный брат. Но только не слишком часто. Раз в неделю. Достаточно раз в месяц. Мы не можем, к сожалению, оставаться больше здесь. Быстролетное мгновение, год и срок земной наш весь. Чтобы женщины чудесны, как беденья не спугнуть. Вы бесплодны, вы телесны, и у нас особый путь. На земле вас покидаем, и в ничто мы улетаем. Не уходите, мудрейший! Не оставляйте меня, мне страшно! Я боюсь! Не уходите, мудрейший! Не оставляйте меня! Мне страшно, я боюсь! Мне оказалось, что иной пьесы более достоверной, более эмоционально сильной, чем пьеса Брехта «Карьера Артуру И» о фашизме не может быть. И я пока ее и не могу вам до сих пор еще назвать такой пьесой, как «Карьера Артуру И» для меня было поразительно то, что еще эта пьеса написана была до войны. То, что предупреждает мир об огромной опасности. Брехт на меня вообще огромное впечатление произвел, и не то же впечатление, а как бы он занозил меня, Брехт. И эта заноза, она во всех ролях последующих, которые я уже делал после карьеры Артуру И. Брехт как вот сам, как гражданин, как человек, мне кажется, натура очень страстная. И его холодным рассудком, с холодным рассудком играть нельзя. Я его, как представляю, очень острый, даже портрет его, допустим, это острый человек очень. У него какой-то весь он колючий. И в этой колкости есть человеческое. И вот за это человеческое в человеке он и боролся. Первая встреча моя произошла, с Брехтом произошла 10 лет тому назад. В спектакле «Трехгрошовая опера», где мне была поручена роль Сэльи Пичем. Эта встреча для меня была, в общем, довольно затруднительной, потому что, естественно, что о Брехте мы знали только из литературных, критических статей, изысканий. Нам казалось, что он плакатен, манера отстранения, которая сопровождает все спектакли, поставленные по Брехту. Она тоже являлась для нас загадкой. Но в тот момент, когда мы столкнулись с этой пьесой, и я, в частности, с ролью Сэльи Пичем, я для себя сделала такое внутреннее открытие, может быть, недостаточно обоснованное с точки зрения теории, но такое мое внутреннее маленькое открытие мне показало, что острая форма, которую предлагает Брехт, отнюдь не исключает психологичности и подхода, так сказать, к роли. Мне казалось, что вот это скрещение психологичности и остроты характера, он как раз и составляет основной интерес для актера и для театра. Есть и второе обстоятельство, которое показалось нам интересным в работе над Брехтом. Это его прямой контакт и выход на зрительный зал. В каждом спектакле есть диалог со зрителем, естественно, но диалог в разных формах выражения и в разной степени контактности. У Брехта открытый ход к зрительному залу, открытый контакт. Эти зонги, которые сопровождают спектакль на прекрасную музыку Вэля, дают возможность выразить в этих зонгах те подтексты, которые скрыты в самой пьесе, и высказать актерскую позицию, позицию театра на происходящее в пьесе событие. И подключить к этой позиции зрительный зал. Вот в этом и состоит острота и привлекательность этого открытого диалога с зрительным залом. Кроме того, Брехт предполагает синтетическую оснащенность актера, если так можно сказать. От актера требуется в спектаклях по Брехту требуется и достаточно пластическая подготовленность, и вокальная подготовленность, и, естественно, более острая форма выражения его непосредственно актерских каких-то возможностей. И вот этот сплав этих очень острых и увлекательных вещей, он составляет главный интерес для актера и для театра. С этим мы столкнулись в спектакле «Люди и страсти», который поставлен не так давно. Хоть там Брехт занимает только вторую половину спектакля, второй акт, но тем не менее принцип Брехтовского театра, он заложен в основе этого спектакля. Он мой современник, но и при том современник, который жив до сегодняшнего дня, и который, по которому я знаю, что он будет жить и после меня. И вот потому и я его хочу ставить. Рядом с тем, что мы стремимся к мирному сосуществованию, и что в мире есть и силы, которые в этом нас поддерживают, есть тоже время живой фашизм, все время пытается поднять свою голову, все время где-то гремят оружие, все время где-то хотят раздолбить народу, который за свою свободу. Он очень революционный. Я даже сказал бы, что он так, как Маяковский, никогда не боялся прямо мешивать фактуальные политические борьбы. И он не боялся плакатности, он не боялся прямого политического обращения к публике. Нам не стоит там себя обманывать, что эта борьба окончается так сама себе и окончается слишком быстро. Это продолжается долго. Еще человеческую иметь должность, но много, много, много делать для того, чтобы подниматься в это опять головой фашисты. Мы все время где-то там, там. И Брехт будет в этом борьбе все время средне первых активных борцов. Ветры огненные дули, города в крови тонули, и по всей стране творился кавардак. Воры правили делами, святотанцы пели в храме, а судьею был известный намастак. Ах, что мило, то не мило, Что прекрасно, то опасно, А закон гласит, и это беда. Потому решили люди, Двое спорят, третий судит, Ну, а судит очень ловко наш Альстак. У господ кипела ссора, Но от этого раздора Жил немножечко вольготнее бедняк. По дорогам в пестрым края, Правду криптой побивая, К бедным людям ездил суд вершить Астак. Присуждал он все голодным, Беднякам себе подобным, И скреплял печатью каждый шаг. От шумок разбойным взбродом, Вознесенный над народом, И неправедный, праведный Астак. Чтоб своих не дать в обиду, Он обвешивал в примиту, Передергивая, если что, не так. В черной манте и судейской, Под защитой полицейской, Он два года подбирал закон Астак. Хоть закон и исконный, Он как хлеб уронал законы, Чтоб народ обедал право натощак. И легко было книстянам, Под купальскускин карманам, Своего судью поименит Астак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok